Следующий проект называется «Цифровые измерительные системы». Давайте поприветствуем Владимира, который нам расскажет об этом. Здравствуйте, меня зовут Лебедев Владимир. Я директор и руководитель проекта «Разработка цифровых трансформаторов тока и напряжения для энергетических сетей смарт-грид». Сейчас для измерения токов и напряжений в энергетике используются аналоговые трансформаторы, точность которых недостаточно. Так, между энергетическими компаниями ежемесячно возникают коммерческие споры, определяемые в 100 миллионов рублей ежемесячно. Кроме этого, аналоговые трансформаторы являются маслонаполненным оборудованием, взрывы и пожары опасны. Неверная работа во время коротких замыканий приводит к системным авариям. Так, несколько лет назад взрыв трансформатора тока на подстанции Чагина пол Москвы оставил без электричества. Кроме этого, аналоговые трансформаторы не вписываются в технологию сетей смарт-грид. Что мы предлагаем? В верхней части трансформатора расположить нашу уникальную датчиковую систему, от нее оптическим каналом передавать информацию на счет управления в цифровой форме. Таким образом, мы исключаем масляную изоляцию, заменяем ее твердым диэлектриком. Такая технология позволит в четыре раза увеличить точность измерений, полностью исключить возможность взрыва. Кроме этого, мы получаем полностью совместимую технологию с цифровыми сетями, сетями смарт-грид. А также исключаем возможность, уменьшаем стоимость обслуживания за счет внутренней диагностики. Нашими конкурентами являются иностранная компания Альстом. Кроме этого, в России сейчас аналогичную технологию внедряет фирма Профотек. Они внедряют оптические трансформаторы, отличающиеся на другом физическом принципе и представляющие собой сложную технологию. Наши преимущества заключаются все-таки в точности измерений и в стоимости самих трансформаторов в полтора-два раза, начиная с напряжений 220 кВт и ниже. Потребителями трансформаторов тока являются энергетические компании, генерирующие компании, электрические сети. Оценивая рынок, можно сказать, что если мы займем 10% от этого рынка, то фирма будет получать полтора миллиарда рублей ежегодно. Мы базируемся в Ивановском энергетическом университете. За последнее время создан экспериментальный образец, испытан. На его основе разработана релейная защита мертвой зоны для атомных станций по заказу системного оператора и поставлена в опытную эксплуатацию. За последние два года привлечены 10 миллионов рублей на разработку. Кроме этого, подготовлены и половину уже получили подтверждение 10 патентов. Что нам требуется? На первом шаге необходимо 35 миллионов рублей для организации мелкосерийного производства и опытной эксплуатации, получения сертификации и подтверждения энергетиков в опытной эксплуатации. На втором этапе 135 миллионов рублей требуется для запуска серийного производства тысяча и более штук. Время. Отрадно, что все успевают сказать, сколько им нужно денег. Остается только надеяться, что в аудитории эти деньги найдутся. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.